Теперь представитель Германии Питер Либерс на льду. Он занимает, собственно говоря, третье место с конца после короткой программы. 69,34 балла. Его результат... Сейчас представит свою произвольную... Ну да, здесь под композицию, я так понимаю, Дэвида Гаррета. Вот у него музыкальное сопровождение. Произвольные программы. Как и многие из участников, да, он дебютант взрослых гран-при, этапов гран-при. Да. Хотя на чемпионате мира выступает уже 2007 года. Больше 11 места не поднимался. Кстати, с чем связано вот участие в чемпионате мира, но и участие в этапах гран-при? Очень хороший вопрос. То федерация определяет, видимо, кто едет? Да. По форме и на начало сезона, и по результатам предыдущего. Как мы видим, хоть он и ездил на чемпионат мира, но места у него там сезон 2007-2008-32, 25-е, 25-е, то есть проблемы были. Ну да, учитывая, что ему, может, 25 лет, послужной список, и он бы заслуживает внимание. По ступеням, я думаю. Ну, между тем, он удачно справился с четверным тулоком. Да, в самом начале программы. Правда, в Касхаде, то, что он планировал тройной аксель, тройной тулок, у него получился только тройной аксель, двойной тулок. Касхаде, то, что он планировал тройной аксель, двойной тулоком. Касхаде, то, что он планировал тройной аксель, двойной тулоком. Касхаде, то, что он планировал тройной аксель, двойной тулоком. Бывает, на флип. По плану был тройной. Касхаде, то, что он планировал тройной аксель, двойной аксель, двойной тулоком. Сейчас уже финальная часть программы Пошли по времену закончены Закончил свою программу немец И теперь, наверное, можно более подробно поговорить о том, что он сделал Что он не сделал Опытный спортсмен Участник чемпионатов мира в том числе Питер Миберс Да, шести чемпионатов мира То есть есть за плечами огромная, скажем так, картина того, что он делал И все-таки здесь он потерял, да, у нас Баллы на прыжковых элементах Тулуп у него получился недокручный, четверной На тройном акселе Тройной аксель у нас был задуман вообще Каскад, тройной аксель, второй элемент Тройной аксель, двойной тулуп Он сделал, был запланирован, конечно, с тройным тулупом каскад Вот, и на пятом элементе тройной аксель тоже был Выполнен с недокрутом Ну, в отличие от... Вот есть какая-то такая весомая разница от катания китайских фигуристов, которые были перед этим? Мне кажется, что Питер функционально подготовлен хуже То есть к концу программы было заметно, у него была ниже скорость Да, конечно, бросилась в глаза А высота прыжков, скажем так, чистота исполнений в целом? Посмотрите, опять с китайскими Китайцы более такое гладкое впечатление после себя оставили С серьезным срывом, особенно предыдущий Сонок, да Да, жалко, конечно, не докрутил он пятый элемент, свой тройной аксель Не докрут у нас стоит... Ну да, и практически почти три балла у нас минус получился Да Такая основная Такая основная И вот первый на четверном тулупе на первом прыжке тоже минус один балл он получил Базовая стоимость сразу под этот элемент Плюс еще судейские Венеса проходит Так, ждем цены Питера По впечатлению обойдет он китайца сам, или ниже опустится? Нет, не обойдет Не обойдет А сейчас судим, конечно, видней Ой, тренер в наушниках, она нас тоже слышит, наверное Да, у нее немножко другие Да, пошел 200... Вот это вообще... Общий итог За произвольную программу 131-46 получил Питер Липерс из Германии И сейчас последний участник этой группы выйдет на лед Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!